Ребята, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Я сегодня хочу снять видео о том, почему меня так долго не было на YouTube-канале, почему я не работала, что же со мной происходило. В очередной раз убеждаюсь, что у людей богатая фантазия, галлюцинации и так далее. Придумывали очень разные штучки про меня, но я не буду их перечислять. Я хочу рассказать, что же со мной произошло на самом деле, почему меня так долго не было, примерно 7 месяцев я не работала, не снимала видео в Америке, просто была в подвешенном состоянии и сейчас вы узнаете почему. Давайте начнем с того, кто смотрел мой предыдущий ролик 2 года назад. Примерно я снимала о том, как я получила визу О1 в США. Это экстраординарная виза для талантливых людей, для спортсменов, для фотографов, моделей. Также ее, как оказалось, могут получить блогеры, у которых достаточно количества подписчиков, наград. О1 это рабочая виза, которая дает право тебе жить 3 года. Ну смотря на сколько подадут, обычно подают на 3 года. 3 года жить и работать в Америке. 2 года назад я получила эту визу. Я въехала в Америку по туристической визе. И через какое-то время я поменяла статус, решила здесь остаться, поработать дальше в своей индустрии в качестве блогера, пиарщика. И мы подали с адвокатом на изменение статуса, на статус О1, на визу О1. Мне примерно через несколько недель, через месяц, мне одобрили эту петицию, эту визу. И я поменяла документы. Но мне выдали только бумажки. Бумажки, позволяющие жить и работать в Америке официально, легально. Но получается визу саму, ее не вклеивают в паспорт. У вас на руках внутри Америки только бумаги о том, что да, вам одобрили. Это стоило не дешево, это стоило где-то 7 тысяч долларов все это дело сделать. И я получила эти документы и жила по этим документам примерно год. Дальше какая история. Если вы хотите выехать за границу, ну так как я уже узнала потом, обо всех нюансах мы сразу не узнаем. Узнаем только потом. С чем я столкнулась. Если я хочу выехать из Америки, я могу спокойно выехать. Вообще без проблем пересечь границу и выехать. Но для того, чтобы обратно мне въехать, мне нужно пойти в любой стране, где есть посольство США, записаться на интервью на получение визы О-1. И прийти на это интервью с этими документами, с этими бумажками, которые вам выдали здесь внутри страны. Их также могут вам прислать в принципе и по почте в вашу страну, если вы подавали из своей страны на эту визу. И вы также идете в своей стране, в посольство с этими бумажками и подаете на то, чтобы вам ее именно вклеили в паспорт, как туристическую. А у меня туристическая на 10 лет. Гражданам Казахстана дают на 10 лет. Давали, по крайней мере. В-1, В-2. Итак, я выезжаю по причинам того, что кто помнит, кто смотрел мой YouTube-канал, у меня были проблемы с моим банком. Банк Астана, который просто ни с того ни с сего объявил себя банкротом. У меня были единственные мои деньги, мои единственные сбережения в этом банке. И я осталась в Америке вообще без денег в какой-то момент, если бы и не моя мама. То я бы не знала, что бы я делала. Я продала свою машину. Кто помнит, я покупала Jeep, Lexus. Мне пришлось его продать, потому что мои карточки все были закрыты. У меня не было американской тогда карты. У меня была только карта казахстанская. Потому что, как вы знаете, мы как раз в этот же момент разошлись с моим бывшим мужем. Он уехал в Казахстан. Я осталась здесь, в Америке. И мой банк просто стал банкротом. И все мои сбережения, там была крупная сумма денег, не маленькая, осталась в этом банке. И я не смогла снять ни копейки вообще. И через 5 месяцев стали выдавать гарантированный фонд, гарантированную сумму, которая была застрахована президентом. И как раз я попадала под эту сумму. И мне вернули все мои деньги. Но для того, чтобы мне их вернуть, мне нужно было приехать обратно в Казахстан. Я решаюсь на этот шаг, потому что я не знала дальнейших нюансов. Я выезжаю за границу, выезжаю в Казахстан, записываюсь заранее на интервью. То, что я знаю, что я буду обратно возвращаться, потому что я взяла билет туда и обратно на 10 дней всего. Как раз я рассчитала даты, что я вот сразу прилетаю в Астану. В Астане я иду на собеседование. Сразу мне должны дать ответ или через пару дней. И потом я иду в банк, разбираюсь со своими банковскими делами. Тоже день-два это все занимает. И все, и я возвращаюсь обратно в Америку. Это я так планировала сделать. В общем, когда я прилетела в Астану, я пришла на собеседование. Так получилось, что я зашла самая последняя. Потому что я не то что опоздалась. У меня не хватало кое-каких документов, от которых я не знала. И мне пришлось экстренно бежать в ближайший молл, чтобы распечатывать документы. И в общем, как получилось, я пришла самая последняя. Никогда не забуду этот день, потому что я вообще была настроена очень позитивно. Я была такая красивая, кудрявая, в платье. Пришла на собеседование уверенная в себе блогер, которому одобрили О1, которая уже проработала в Америке, которая заплатила налоги. И которая пришла просто, чтобы ее вклеили дальше в паспорт и все. Он сразу изначально, офицер, стал со мной агрессивно разговаривать. Можно я с вами проведу интервью на английском языке? Я говорю, я знаю английский, но не очень хорошо, не в совершенстве. Можете ли вы на русском? Мне так будет комфортнее. Я вижу, он начал просто психовать, вот так вот бумажки перелистывать и говорить мне, вы живете три года в Америке. Прямо он так и сказал, три года в Америке, и вы не выучили английский до сих пор. Я говорю, во-первых, я живу год в Америке. Во-вторых, я работаю с русскими работодателями. Там даже у меня в петиции написано русское агентство. Я работаю с русскими рекламодателями на русском языке. Я сказала, я учу, но мне он особо не нужен в Америке, потому что я работаю с русскими, мы общаемся на русском. А затем он стал просто вот так нервно перелистывать, что-то клацать. Хорошо, мы вам ответим по почте. Скоро, в течение недели ждите. Это был для меня поворот вообще. Я не ожидала, что мне так ответят. Но я как бы была на позитиве. Думаю, окей, дожду недельку. У меня 10 дней, там 9 в запасе. Лечу в Алмату, снимаю там апартаменты и как раз делаю свои дела. И тишина. Они мне не ответили в течение недели. Я забрала, слава богу, из банка деньги все. Я начинаю писать адвокату. Говорю, я не знаю, что произошло. Она говорит, давайте, подождите немножко, потом мы им напишем сами. Я один раз отложила плюс одну неделю билеты. Я переделала, опять заплатила деньги. Билеты мне на неделю продлили. Я на еще одну неделю остаюсь в Казахстане. У меня ребенок, самая важная, вернулась под... Осталась здесь, в Америке, потому что я боялась ее вывозить, потому что у меня как бы непонятная ситуация с моим бывшим мужем. Это раз. Во-вторых, американские визы так и остаются. То есть это может быть одна у вас туристическая, одна студенческая, она рабочая. Все они со мной жила. Я приехала из путешествия, осталась. Ей нечего было делать. Она с Сарой очень хороших отношений. Они без проблем остались. В общем, мне продлевают на неделю ожидания по визе. Я в шоке звоню, говорю, ты можешь посидеть? Она говорит, да, я могу, я никуда не уезжаю. Ничего страшного, не переживай, делай свои дела. Так как я блогер, так как я вернулась в Алмату, стали все мне звонить. Женя, приди к нам в салон, давай то сделаем, то бесплатно. Конечно, я стала, я же не буду сидеть дома и плакать. Я стала ходить везде делать. И, соответственно, параллельно ждать свою визу. В общем, я ждала три недели. Я примерно месяц пробыла в Алмате. Я думала все бросить, уже вернуться обратно по туристической визе, уже потерять эту О-11. И тут в один прекрасный момент мне приходит письмо с ответом. Они присылают все почтой в UPS или FDEX, я уже не помню, с паспортом моим. Паспорт, а, я не могла вернуться, потому что, извините, я забыла. У меня был, мой паспорт остался у них с туристической визой. И отказ в визе О-1. Была синяя бумага. И было написано, что недостаточно доказательств связи с родиной. Но моя виза О-1, она подразумевает эмиграцию. То есть, я имею полное право, в этом нет ничего плохого, эмигрировать в США. То есть, моя виза подразумевает то, что я могу остаться здесь раз-два. Раз О-1, два О-1. И потом я могу на гринкард подать, либо уже потом, после первого раза на гринкард. Я не знала, что мне делать. Я уже даже думала переехать уже из Америки в Москву. Но мне нужно было вернуться за Сарой. Я приезжаю в Нью-Йорк. И они, конечно, меня там потрепали на границе, позадавали вопросы. Я сказала, как есть. Я вернулась за ребенком. И все. Они сказали, да, окей. И поставили мне коридор снова на 6 месяцев. И так как у меня квартира была еще снята на 6 месяцев, я решила остаться уже в Америке. Попутешествовать. И вернуться обратно в Москву, скорее всего. Я думала насчет Москвы, да. По истечении нескольких месяцев я попутешествовала немного. Решила, что я хочу все-таки попробовать еще раз подать на эту У1 визу. Остаться здесь, рискнуть. Это стоит гораздо дешевле. Вам аннулируют вашу первую петицию. И вы переподаете опять внутри страны на эту визу. Я подала примерно, когда уже собиралась уезжать обратно. Это был пятый месяц. На пятом месяце где-то здесь. Начался процесс рассмотрения, который продлился 7 месяцев до этого дня. Просто невероятно. Никогда в жизни так долго не рассматривали эту визу У1. Я уже думала, что мои документы потерялись. Я думала, что что-то произошло. У меня уже всякое было в голове. Думаю, ну все, это уже знаки. Мне надо возвращаться. Это вселенная. И самый ужасный момент. То, что вы не можете работать, когда у вас рассматривают документы. Официально вы не можете вообще работать. Ничего делать. Я, получается, думаю, окей, сейчас подадим. Месяц я не буду работать, потому что предыдущий раз рассматривали месяц. Я потерплю, ничего страшного. У меня есть сбережения, которые я привезла из Казахстана. Из банка. И что вы думаете? У меня задержали процесс на 7 месяцев. То есть я вообще не могла работать, ничего делать 7 месяцев. У меня дальше сложились абсолютно другие обстоятельства, которых вы тоже уже догадались. И знаете, почему я здесь уже как бы и нормально чувствовала себя в безопасности. И сейчас я получила снова эту визу. О, один не одобрили ее. Опять в Америке. Все окей. Тут проблем нет. Не понимаю, по каким причинам отказали в моей стране. Они не хотят выпускать. Или они злятся. Или они там думают, что мы их обманываем. Или что. Хотя моя виза подразумевает эмиграцию. В этом нет ничего плохого. И еще одна история. Моя подруга Оля. Она визажист очень крутой. Из Алматы. У нее произошла одинаковая история. Так же, как и у меня. Она, правда, подала здесь в Америке на О1. И решила получить документы уже в Алмате. Чтобы здесь не оставаться дольше срока. Она решила выехать. И адвокат ей отправил эти документы в Алмату. Ей одобрили в Америке О1. Она получает документы. Записывается на собеседование. Ей отказывают в посольстве Алматы. Она берет эти документы и летит в Германию. Потому что можно потом еще подать в другой стране. Может, более добрые, лояльные. Она прилетает в Германию. Ей отказывают точно так же. Второй раз. И она просто в шоке. Поэтому я хочу предупредить тех ребят, которые после моего первого видео, когда я снимала про О1, про то, что как я ее получила, ломанулись к адвокатам получать такую же визу. И теперь столкнулись с такими же проблемами, как и я. Я просто хочу вас предупредить, что если вы получите ее внутри страны, в Америке, вы не сможете выезжать, скорее всего, за границу. Потому что сейчас всем отказывают в этой визе. Вы можете здесь остаться легально. Официально в США проживать, работать по этой визе. И ничего плохого в этом нет. Это все легально, официально. Но как только вы захотите пересечь границу, уехать куда-нибудь на острова, гулять, я не знаю, там по делам, назад, скорее всего, вас уже не впустят по этой визе. Просто не дадут ее, не вклеят в паспорт. Такой вот ужасный нюанс. Поэтому, если вы хотите делать эту визу, то готовьтесь к тому, что вы должны будете остаться здесь в Америке, жить, работать, не выезжая за границу. Я не знаю, что должно измениться, как должно поменяться, что нужно сделать для того, чтобы все-таки ее вклеили в паспорт в другой любой стране мира. Я даже уверена, если бы я полетела в Украину или в Грузию, мне бы тоже отказали. Я не знаю, может быть, какие-то новые установки правила, лимиты, агрессия, я не знаю. В общем, ну, такой момент, что здесь можно, США, ничего они не говорят. Получается, в нашей стране, в том же посольстве, отказывают. И, в общем, вот такая у меня история. Поэтому я не снимала ролики в YouTube, потому что это рассматривается как реклама, как работа, моя официальная работа. Я не могла ничего снимать, ничего делать, потому что я могла рискнуть, тем самым мне бы опять отказали бы в этой визе. Поэтому я ничего не делала. Я просто тупо ждала и дождалась. Слава Богу, благодарю тебе, Вселенная, за то, что у меня есть, за то, что вы у меня есть, мои зрители. Это благодаря вам у меня. Все это, в принципе, это и визы, и YouTube-канал. Я всех вас очень люблю. Я буду продолжать снимать свои ролики. И мы сейчас на карантине в Америке, как и весь мир, в принципе. Оставайтесь здоровыми, берегите себя и своих близких. Увидимся скоро в новом ролике. Оставляйте ваши комментарии. Может быть, кто-то из вас адвокат и посоветует, что мне делать дальше, потому что я устала уже думать про эти визы дурацкие. Но я могу теперь вздохнуть свободно, потому что я теперь могу и работать здесь, и жить дальше, и все окей у меня. Пишите ваши комментарии, буду читать их. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok